Супруги Милы и Виталий Улыбины переживают многое не только дома, но и на работе. В их идею мало кто верил, а некоторые называли технологическими фантазерами. Муж и жена разработали первый в стране умный костюм для фитнеса. Умная одежда в режиме онлайн с помощью смартфона голосового помощника дает рекомендации, как правильно двигаться во время занятий фитнесом, йогой и бегом, учитывая все индивидуальные особенности. Костюм с помощью датчиков миографии сможет отслеживать состояние мышц в каждую минуту времени. И мы предполагаем, что утром человек встает, надевает этот костюм, костюм сразу делает ему диагностику мышц и говорит, так, вот здесь у тебя спазм, вот здесь у тебя мышцы застоялись, вот здесь у тебя получилась асимметрия. Тебе нужно выполнить вот такой комплекс упражнений, и тогда процент твоих проблем снизится на столько. За основу ульяновские разработчики взяли американский аналог умного костюма. Из преимуществ перед западными конкурентами полная диагностика состояния мышц. Технологии интеллектуального программно-аппаратного ассистента активно используются именно за рубежом. В России рынок носимых устройств пока мало изучен, и это технология класса Wearable. Рынок Wearable – это зарождающийся рынок, рынок носимых технологий. В России он широко распространен и представлен умными часами и фитнес-трекерами. И у нас есть статистика по России продаж именно таких девайсов. Но умную одежду в России в принципе мало знают и не продают. Одержимые любовью к искусственному интеллекту еще со студенчества, они заявляли о себе больше 30 раз в разных инстанциях. Поддержку супруги получили лишь в этом году от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Эксперты Фонда Бортника выделили на реализацию стартапа 3 миллиона рублей. Нашей съемочной группе улыбенно показали пилотный экземпляр умных штанов. Это привычные для всех лосины из гигроскопической ткани, пока еще с датчиками наружу. В перспективе штаны будут вибрировать и подсвечивать зеленым светом здоровые зоны, красным мышцы, которые нужно проработать. Для того, чтобы анализировать движение человека, здесь, как в школьной физике, то есть есть кинематика, есть механика. Вот для кинематики, для анализа кинематики, то есть, соответственно, нам нужны акселерометры и гироскопы, чтобы знать, с какой скоростью двигаемся, в каком направлении, куда. Да, то есть, соответственно, они ставятся в суставных точках. Скоро к штанам добавится и лонгслив. Все данные из 12 датчиков на теле будет считывать гаджет через специальное приложение. Оно пока тоже в разработке. Одежду можно будет стирать, предварительно сняв аккумулятор, который способен выдерживать тренировки до 6 часов, без подзаряда. Сейчас костюм рассчитан на среднестатистического приверженца здорового образа жизни. В планах запустить линейку одежды для людей с особенностями здоровья. Полный комплект российские первопроходцы умного костюма планируют презентовать весной 2021 года. Рината Люлова, Даниил Сурков. Новости Управды ТВ.